Ну уже, надо, чтобы мужчину смогли поднять. Что, пока это тратить, в этом умеется. Буквально за несколько минут участники субботника от зелёного контура компании «Уралкали» собрали несколько мешков с мусором в Крестовском бару. Лес в буквальном смысле слова был завален мусором. Бутылки, одноразовая посуда, банки, что только не валялось на просторах леса. Вооружившись перчатками и мешками под мусор неравнодушные калищики, более 30 человек вернули лесу его красоту и чистоту. Волонтёрское движение по уборке территории мусора «Экосубботники» – это старая традиция наших калищиков, то есть молодых калищиков, поддержанных в своё время и профсоюзной организацией. На сегодняшний день оно развивается, оно набирает много новых сторонников. И, поучаствовав в этом субботнике, понимаешь, насколько должно быть всё чисто. Действительно, лес на Крестовке пользуется популярностью как у спортсменов, занимающихся пробежкой, так и отдыхающих. Только вот последние после отдыха на природе забывают, что мусор за собой нужно убирать, а не бросать в лесном массиве. В итоге, каждую весну и осень лес превращается в свалку, которую убирают активисты зелёного контура. Погода нам сегодня способствует, люди у нас трудолюбивые, активные, поэтому, я думаю, всё, что мы запланировали на сегодняшний день по уборке, мы выполним. Подготовим природу к тому, чтобы граждане нашего города могли сюда прийти и в чистоте подышать свежим воздухом и отдохнуть, привезти детей, заняться спортом. Участники волонтёрского движения «Зелёный контур» – это все неравнодушные калищики, которые понимают, как важно сохранять природу в чистом виде. За небольшой срок своего существования «Зелёный контур» прибирался в различных местах общего пользования. Вот и Клиставской лес стал чище, из леса вывезли целый камаз мусора. Участники «Зелёного контура» компании «Уралкалий» уверены, грязь убирать не стыдно, стыдно жить в грязи. И вот в субботнем утром, убрав Клиставской лес, они собрали немалое количество мешков мусора. Но всё же вопрос, а станется ли такая чистота на всё лето, остаётся открытым. Евгения Константинова, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Сольтовая».